Здравствуйте, СМЧС. И таких визитов ко многим одинокопроживающим пожилым брещанам ежедневно совершается немало. К ним наведываются пожарные добровольцы и представители Дома управления, а также сотрудники территориального центра. В очередной раз это совместный профилактический рейд в рамках акции «За безопасность вместе». Участники проекта убедились, что в жилищах пожилых горожан и не только все в порядке с пожарной безопасностью, напомнили главные правила, соблюдение которых позволит избежать беды. Акция «За безопасность вместе» проходит ежегодно, два раза в год. Но это повод лишний раз обратить внимание скорее жителей города, обратить внимание на своих соседей, привлечь внимание общественности к проблемам безопасности в каждой квартире. Мы обследуем граждан одиноких, одиноко проживающих, проживающих с лицами социального поведения, семьи, живущие с детьми, которые тоже стоят на учете в разных службах по недостаточному поведению, хорошему в отношении пожарной безопасности и социального поведения. Что касается пожилых граждан, то они требуют к себе повышенного внимания и заботы. А вот в вопросах обеспечения безопасности могут помочь сотрудники МЧС. Люди преклонного возраста наиболее беззащитны перед коварством огня. Статистика показывает, что большая часть пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому не только нарушение правил, а еще и неосторожность, вызванная плохой памятью или зрением. С начала текущего года в городе Бресте регистрируется увеличение числа пожаров. Произошло 30 происшествий, в результате которых один человек погиб, четыре получили телесные повреждения. Основная доля пожаров приходится именно на жилищный фонд наших граждан. Ключевой причиной является неосторожное обращение с огнем. В ходе профилактических рейдов были обследованы жилые территории пожилых граждан. Им были даны необходимые рекомендации и проведено обучение по мерам пожарной безопасности. Проверяющие уделили особое внимание осмотру электрических сетей, а также порекомендовали при возможности установить автономный пожарный извещатель, который при наличии даже небольшого задымления с помощью звукового сигнала поднимет любого, даже крепко спящего человека.